Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! Сегодня мы с вами находимся в магазине Uniclo, как вы уже наверное догадались по заглаве, а сегодня будем мерить пуховики. Но сначала быстренько-быстренько пробежимся по магазину, посмотрим что есть нового. Очень много зимних, как вы видите, уже аксессуаров, шапки, шарфы, разнообразные, красивые, яркие, вот эти вот шарфы, такие большие шали, палантины. Кстати, это все от Энессы, это единственное, по-моему, что осталось от Энессы. Пройдя по магазину, я поняла, что абсолютно все раскупили, остались какие-то чуть-чуть-чуть остатки. Вы помните, в прошлом видео я вам показывала, было очень много пиджаков, пальто, сейчас не осталось ничего, платье, блудки, все раскупили. Вот это новые шубы появились в Uniclo, такие под Тедди, ну сделаны они, ну просто, ну качество ужасающее. Ну за 60 долларов, понятно, но они просто, знаете, вот выглядят как старый плюшевый медведь. Причем не просто плюшевый, а старый плюшевый медведь. Много очень по-прежнему свитеров разноцветных, по-моему, добавилось немножко цветов, вот этот персиковый, сиреневый, может и было в прошлый раз, я не помню, но красивые очень цвета, прям такие яркие, все как мы любим, действительно красиво. Юбки вот эти зимние появились, они из такой теплой пальтовой ткани, симпатичные такие A-line, знаете, так расклешенные от талии, без сборок. Хорошие такие юбки, приятных цветов, в клеточку и в такую елочку, серые и бежевые. Ну вот это вот из нового, немножко палантинов тоже на зиму, ну в общем, вот, собственно, пока что и все. Я тут так присела в примерочность, сегодня у меня другая примерочная, маленькая, не та, что у меня обычная. Чуть я устала. Очень много работы на работе, вчера сидела до 7 вечера, до 7 вечера работала дома, как в 7 села, так без перерыва, до 7 вечера я работала, 12 часов, не вставая. Сегодня тоже с утра поехала на работу, прямо с самого утра поехала в офис. И поэтому я даже свой аутфит вам сегодня не показываю, потому что я сегодня не фэшн, я сегодня лошад рабочая. Да, и у меня новые очки. С очками много вопросов у меня с этими, значит, отвалило кучу денег за них, потому что это вот дорогое правое, и дорогие стекла, видите, они такие немножко затемленные, и они локальные, потому что мне нужны для чтения, а вот тогда мне не нужны очки. Значит, мне сделали их здесь такого обычного, а внизу для чтения. И мне так неудобно. Я вам не могу передать. И вообще, мне как-то они не очень нравятся, что-то не очень нравится, как они на мне выглядят. Ожидалось одну... То есть, я примеряла их, конечно, в магазине, и мне понравилось, но потом, когда я их стала носить, мне как-то... И вообще мне у них очень-очень неудобно. Неудобно, не знаю, не привыкли я к ним. Вот эти бифокальные линзы, что-то это, по-моему, не для меня. Но я еще немножко поношу, потом сделаю вам обзернание. Может быть, если кому-то интересует вопрос в бокальных листах. Вот. Ну, ладно. Перейдем к примерке пуховиков. Мы за этим сюда пришли. Зиману носу. Будем мерить. Так, у меня их тут пять штук. Ну, давайте начнем вот что-то ближе висит. Первая, это такая... У меня здесь маленькая примерочная, не такая, как обычно у меня всегда была, девочки. Поэтому очень все неудобно. Я сейчас попробую дойти подальше. Нет, ничего не получается. Видите, как по примерочным глазам-то. Ну, короче, в общем, первый, это такой бежевый, короткий пуховик, курточка. Сейчас я посмотрю, что в нем, сколько он стоит. Стоит он 160 долларов, и состав у него... Мне интересует наполнитель, потому что, конечно, понятно, что он не из шерсти, да? Так, вы не вижу наполнитель. Холестер, даблка... Тише, динаван, переномбарс. В каком-то языке, блин, написано. Я не понимаю. Я думаю, что это не пух перо. Ну, хорошо, давайте померим, и я вам... Посмотрите, как он сидит. Так, ну что, он реально короткий. Размер мидиум. Все они размер мидиум, кроме 1. Один из них будет размер large, потому что мидиума не было. А, два размера large. Пардон. Я взяла этот тоже large, потому что, мне кажется, он какой-то маленький. Ну, не важно. Так, прижимаюсь к стене, чтобы подальше его было видно. Ну что, он короткий. Это, конечно, не на холодную зиму, потому что весь задок и передок у вас открыт. И это не очень удобно. Ну, это такой, знаете, пуховичок-игрушка. Это не для холода, а для красоты. Знаете, у него здесь пуговицы. Комок, пуговицы. И внутри еще у него есть кулиска. Вот здесь. Вот видите. Ну, это хорошо, конечно, но длина вот эта. Я его взяла повесить, мне было интересно. Он еще, знаете, такой сзади, по-моему. Мне казалось, что он сзади длиннее. Ну, он такой же длиннее, спереди и сзади одинаково. Вот видите, мне понравилось. Красивый цвет. Похоже на черепаху тортилов этих очках, правда? Ну, в общем, первый пуховик, короткий. Что вам сказать? Он легкий, он удобный. Он, наверное, довольно такой, ну, не чувствуется на теле. И свободненький такой. Размер медиум. Вполне себе даже. У нас свитер хорошо сидит. Что вам показывают свои брюки, я не знаю. Я этим мерю пуховик. По привычке такой. Весь. Весь торсок. Весь. Все тельце. Снимаю. Так. Это еще один пуховик. Он тоже короткий. Но он немножко другой. Знаете, вот в этом такая ткань, как волония. А в этом прям такая сладенькая тлащевочка. Он размер large. Потому что не было медью. Мне очень понравился его цвет. И он стоит 180. Немножко дороже. Тот был 160. Этот стоит 180. И давайте посмотрим, что у него. Что у него что. Значит. Feeling. Это не по-английски здесь внизу. Там я снимаю. Видите, он зацепил gross. Peeling. Это у нас размер large. Он такой действительно свободненький. Косторненький. Но вы знаете, что в этом здесь какая-то прелесть. Что вот в нем стоишь. И он совершенно не абсолютно нигде во мне нет. И жмет. Не трет. И будет. Не трет. И будет абсолютно хорошо. На любые свитеры. Даже на пиджак или на жакет. У него есть капюшон. Конечно же. Кроватый. Но он длиннее, чем вот этот серый. Но я хочу сказать, что конечно все равно длины недостаточно. Хотя он больше прикрывает филейные части. И еще, вы знаете, здесь такая резина внизу. Вот здесь. То есть он так облегает, чтобы вам поддувало. Потому что вот в этом вот ему прям так все нараспах. А этот такой более зимний. Но у него и состав наполнителя лучше более зимний. Поэтому он видимо так скроен и сшит, чтобы он был на более холодную зиму. На более холодную погоду можно было бы ему комфортно носить. Хотя если честно, я не уверена, как можно комфортно носить куртку для дни, если действительно очень холодно. Ну если не очень холодно, то можно. Размер лавч, он может быть чуть-чуть небольшой. Был бы медиум лучше. А у меня есть вот это вот пальто. Вот точно из такого сейчас состава. Оно медиум. Вот посмотрим, как оно у нас сидит. Так, следующий. Это очень похоже на ту куртку, только она немножко длиннее. Стоит она сколько стоит у нас? 199. И у него состав такой же. Я сняла очки и вообще ничего не вижу. Да, то же самое. 90% пух и 10% пёшки. Водонепроницаемые, водонепромокаемые. Тоже очень красивый цвет. Что мне нравится в этой коллекции Uniqlo? То, что я не люблю чёрные, коричневые и так далее. Мне нравится, что они разноцветные. Мне нравится, что они цветные. Вот видите, вот этот цвет вообще очень красивый. Этот тоже красивый. Там потом я такой взяла, такой защитный под цвет 11 айфона. Самый модный, который был. Вот. Ну, хорошо. Давайте померим вот это. Он немножко длиннее, чем предыдущий. Я надеюсь, что это будет выглядеть лучше. Так. Ну, что вам сказать девочке? Это размер medium. И я должна вам сказать, что я предпочитала всё-таки размер large. Потому что он как бы застегнулся на мне, но он так плотненько. А на мне свитер совсем тонкий. Если надеть свитер потолще, пообъёмнее, то, в общем, как бы мне будет некомфортно. Так что имейте ввиду. Они такие немножко маломерные, эти пальтишки. Что сказать ещё. Выглядит неплохо, выглядит очень симпатично. Длина уже получше. Всё-таки она закрывает всякие нежные места наши девчьи. И, да, красивый цвет. В общем, он такой, знаете, он так интересный, он прям как одеяло. У меня такое ощущение, что я закрутилась в одеяло, надутое такое. Помните было? Дутое пальто. Вот оно самое настоящее дутое пальто. Симпатичное пальтошко. Нет, красивое, в общем. Вот я уже говорю. Повторюсь ещё раз. Немножко маломерить. Вернее, я немножко большомерить. Капюшон. Мой дорогой вариант. Оно стоит аж 250 долларов. В состав нём то же самое. 90% этих пуха и 10% это лучше. Значит, что хочу сказать. Видите, здесь идёт такой ещё нахлёст. Потому что здесь замок и вот такой с кнопками. Вот в этом этого не было. Здесь был только замок. Огонь там. Огурчики. Коротко. Тоже, по-моему, был только замок. Да. Только был замок. Значит, видите, этот лучший вариант. Ну, типа считается, что пальто вот с таким вот наклёстом меньше продувается, потому что молния продувается. И вот это вот более тёплый вариант. Кстати, здесь я вам хотела показать. Есть всякие внутри кармашки, замочки. Это удобно, кстати. Вот сюда, например... Сейчас. Сюда нужно положить телефон, кошелёк. Он довольно глубокий. То есть можно даже не брать с собой сумку зимой. Об этом, интересно, есть такая же штука. Сейчас расстегну. Да, в этом тоже есть кармач. В который можно положить все ценные сокровища. Это размер мидий. Что здесь интересно нарисовано? Если они опять перестанут орать за дверью, вы меня, возможно, услышите. Значит, написано, что он очень лёгкий. Лайтвейт. Что он защищает от дождя. От ветра. И написано, что дабл ватер и пол. То есть он, как бы... У него какая-то двойная защита от промокания. Ну, вы уже, наверное, знаете, что в Юниклу у нас тут грохот гром примет. Земля трясётся. Каждый раз, когда я здесь что-то применяю, здесь какой-то безумный грохот. И шоу сейчас всё такое, слава. Значит, ну, хочу сказать, что этот... Размер мидий намного больше, чем вот этот. Это тоже мидий, но намного свободнее, чем... предыдущая, более короткая версия, которую я мерила. Я бы что-то думала, что они совершенно одинаковые. Но они нет. Видите, как я говорила, здесь есть вот этот покрыл застёжка. Он пошире, посвободнее. Я совершенно свободно в нём себя чувствую. Мне очень тут просторно в нём. Я вполне-вполне могу надеть ещё там такой толстый, хороший свитер. Но, честно говоря, всё равно. Я думаю, что если бы я покупала себе, то я бы купила себе ларчик. Потому что, ну, чтобы мне не думать два раза одеть толстый свитер, и не думать, что я не влезу в него и не застегнусь. Капюшон. Такой, знаете, хороший капюшон. Он не мелкий. Он довольно такой... Как сказать... Вот, видите, я одеваю, я вся воню. То есть он... И он так не слетает. Вот я кручу головой, и он у меня... Он такой стоит, знаете, как зонтик такой. Ну, точно хочу сказать, что он закрывает вам лицо. Он закрывает вам волосы, всё-всё. Если вы его надеваете, это, конечно, некрасиво. Как бы он очень удобный. Ведь он свободный. Здесь много места. И он, за счёт того, что он большой и глубокий, если вы даже крутите головой, он никуда не сползает, не падает. И, в общем, удобно. Вообще удобно. Я хочу сказать, что он сильно хороший. Оно не дешёвое. 250 долларов. Это как-то не дёшево. Но у него хороший состав. Я имею в виду наполнитель. Очень хороший наполнитель. Это очень-очень ценно. очень важно для холодных стран. Например, таких, как Канада. Потому что, если это не будет натуральный пух и натуральное пиро, а синтетика, то в нём никакого тепла абсолютно нет. Это как бесполезно. Бесполезно. Ну, в общем. Хороший пальчик. Нравится. Цвет такой приятный. Кстати, он есть разных цветов. Я потом уже с ним вот покажу. Он есть чёрный, серый. Есть, по-моему, вот такого же цвета. Есть вот эти вот длинные. Я потом засниму, как он у нас цвет. Вот хотел показать, какие есть цвета. Кстати, такого вот сливого цвета нет. Но есть чёрный, светло-серый, тёмно-серый. Вот эти покороче есть такие бежевые, молочные. Есть, конечно, чёрные. Есть синие. Ну, в общем, много цветов разных. В основном, конечно, цвета такие традиционные. Но есть и яркие, как вы видите. Последнее пальто. Это такой обычный тонкий пуховик. Но он с капюшоном. У них, знаете что? У них есть такие же пуховики без воротника. Тоненькие. Которые, известные пуховики, которые можно пододеть под пальто или под шубу. И, как бы, за счёт того, что у него нет ни капюшона, ни воротника, он пододевается хорошо под что угодно. Этот имеет капюшон и имеет воротник. То есть, он как бы верхний. Что я уже обратила внимание. Манжета вот такая вот, знаете, на резиночке. То есть, он не будет задираться. А, кстати, у этого. У этого тоже. Они все такие. Это очень-очень хороший фичер. Да, они все вот эти вот, вот этого вот плана. Куртки, они все, пуховики, они все вот так вот манжеты. Сужены. А вот этот нет. Ну, это вообще, знаете, я так поняла уже, что это совершенно не на холодную зиму. Он просто, он коротенький. Он просто такой дутый, как для красоты больше, чем для тепла. Мне интересно посмотреть его состав и цена. Значит, он тоже не дешевый. Он стоит 130 долларов. И состав его 90 процентов. То же самое. 90 процентов пух и 10 процентов пюршки. Видите, вот написано down further. Утрал light down. Все, давайте это примерим. Цвет мне нравится. Похоже на этот. Ушливовый. Красивый цвет. Давайте примерять. Так. Ну, во-первых, я лоханулась с размером. В свое оправдание. Хочу вам показать, что на вешенке было написано large. А пальто размер смол. Я это поняла, когда я стала его надевать. Почувствовала, что оно меня так облегло. Как будто бы это неприличное облегание. Неприличное облегание. Ну, знаете, что я в него застегнулась, это уже хорошо, да. Но я думаю, что мне вот этот фасон нужен именно, даже не medium, а именно large. Потому что оно довольно тонкое, и мне кажется, что чем побольше оно, тем лучше оно будет греть. Так, тоже капюшон такой вот, глубокий, низкий. Я точно, в этом кашире вытекать как, но я точно тортила. Прямо справа стоять. Вот, и в общем, неплохое пальто. Я, конечно, с размером немножко это самое облажалась, но это не моя вина вы видели, девочки. Я вам показала на вешенке, было написано large. Кто-то неправильно повесил. Ну, в общем, вы получили представление. Вот, смотрите, как на мне сидит смол. Сидит очень плотненько, а medium был бы получше, а large, я думаю, был бы совсем хороший. Они такие узенькие, я поэтому хотела побольше размеров. Ну, вот так. Что я вам показываю, я не знаю, потому что он меня так облегает ненормально, неправильно, нехорошо. Ну, это такое, знаете, пальто вот на каждый день, на выйти на магазин, выскочить, на работу там куда угодно. На самом деле, мне кажется, что оно... Я не знаю вот насчет этих тонких пальто. Я вам скажу. У меня есть такое типа пальто. Не вот такое вот, не вот такое вот толстое, как вот это вот, да. А вот такого типа тоненькое. Не из великого, а из другого магазина. А вот там тоже в нем... Там тоже в нем пух пером, наполнитель, синтетика. И вот оно вот такой толщины. Я вам хочу сказать, я могу его носить до какой-то температуры, до, скажем, ну, минус 5-10. Наверное, 5-8, я бы даже сказала. И минус 10 было, и не может холодно. Несмотря на то, что у него хороший наполнитель, но, тем не менее, вот тонкость, видимо, количество этого наполнителя тоже имеет значение. Кстати, я сейчас почитаю, что они на эту тему пишут не просто наполнитель, а есть ли какая-то толщина. Потому что мне все-таки кажется, что чем толще наполнитель, тем больше от него тепло. Так, здесь написано, что он тоже Double Water Proof и очень лёгкий. А вот мне интересно посмотреть на этикетки, есть ли какая-то индикация какой толщины наполнитель, да, отопочитаемости. Я вижу только процентный состав, из чего оно состоит. Верх и наполнитель. И всё. Ну, и здесь тоже, видите, только состав. Ну, ладно. Может быть, на их сайте, может быть, на их сайте можно будет прочитать, и там будет больше подробно объяснено, какое пальто, что к чему. Всё, девчоночки, на сегодня всё. Вот такие у нас получаются примерки. Поэтому я очень устала. Очень пойду отдыхать. Всё. Увидимся скоро в следующем видео. Люблю, целую. Поддержите меня лайками. Подписывайтесь на мой канал, вы всё знаете. Всё. Пока-пока. 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 Пока-пока.